Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Одесса, поздний вечер 11 июля. У нас звучит воздушная тревога. Сразу же поступает тревожная инфа. На подлете к городу есть фиксация групп дронов Камикадзе. Все в укрытие. Паралельно с этим поступают сообщения, что в данный момент есть фиксация взлета в небе Российской Федерации двух бортов Ту-160, двух бортов Ту-95МС, четырех бортов Ту-22М3 и двух бортов Мига 31К. Немного позже информация по авиации обновляется. Четыре борта Ту-22М3 летят в сторону акватории Черного моря, в зоны пуска ракет. Одновременно с этим поступает информация по поводу дронов Камикадзе, которые уже залетели в воздушное пространство Одесской области. Они летят к разным населенным пунктам, которые находятся недалеко от Одессы. И если учесть все эти факторы, что в воздушном пространстве Одесской области находятся дроны Камикадзе и Ту-22 зашли на пусковые рубежи и могут пустить ракеты Х-22, боевая часть которых весит около тонны, то картина вырисовывается очень и очень печальная. Но тут поступает информация, что скорее всего пусков не будет, потому что в Российской Федерации проходят учения с трагической авиацией. Наверное, надо допустить немного тумана и сказать, что не знаю почему, но как-то стало немножко спокойнее. Затем спустя минут 10-15 поступает информация, что Ту-22 летят в сторону аэродромов боевого базирования. А дроны Камикадзе улетают из воздушного пространства Одесской области в другие регионы Украины. И поздно ночью приходит оповещение от боя воздушной тревоги. Остаток ночи 12 июля у нас проходит более не менее спокойно, но информация по ударным дронам поступает из разных регионов Украины. Нам рассказывают, что идут воздушные бои с ними вплоть до 4 часов утра. Информация о прилетах, о пострадавших и разрушениях не поступает. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч.